доброго вечера мои паяльщики и паяльки рад снова видеть вас и наконец-то я сегодня записываю вторую часть теста наших плюсов которые мне пришли сегодня мы выясним какой же из них лучше всего в своей ценовой категории так это у нас amtek 559 amtek arma 223 king bo 218 плюс механик и в 10 и также паяльная паста тоже от фирмы механик под маркировкой g и 40 и сегодня постараюсь протестировать эти флюсы и паяльную пасту как можно более подробно для того чтобы у вас не осталось вопросов в том какую же пасту плюс для себя выбирать но что ж давайте приступим совсем забыл рассказать о концепции нашего сегодняшнего теста данные флюсы так как они дешевые я не буду рассматривать с точки зрения профессионала который занимается ремонтом радиоэлектронная аппаратура буду рассматривать их с точки зрения электронщика сама пальчика для этого я подготовил тест из 7 этапов скажем так о которых я расскажу расскажу по очереди значит в тесте я постараюсь максимально затронуть все нюансы работы с этими флюсами и так далее ради вас так сказать я нанюхаюсь этих флюсов чтобы сказать вам какой из них пахнет какой не пахнет после какого плохо после какого неплохо но понятно что все эти флюсы вообще очень вредны и работать нужно только под вытяжкой но так как сегодня у нас тест поэтому мы будем работать без вытяжки для того чтобы их можно было увидеть во всех проявлениях и так что мы видим мы видим вопрос что здесь но а здесь скорее всего ответы многих начинающих и нет не совсем начинающих радиолюбителей о том какой же все таки из этих флюсов лучше себя проявит и какой из них стоит определить для себя раз и навсегда и так вернемся к концепции нашего испытания на всех флюсах я буду использовать иглы иглы одинакового диаметра для того чтобы соблюдать точность дозировки разных флюсов буду я это делать своим пневмодозатором обзоры вы на него возможно уже видели если нет то я оставлю ссылку в описании ну и давайте все таки посмотрим что же у нас здесь и так здесь мы видим вот такой вот полигон давайте я чуть-чуть увеличу вот такой вот полигон на нем будут расположены тесты номер один тесты номер два тесты номер три тест номер четыре ну а остальные тесты будут немного позже что себя будет представлять тест флюса номер один ну что ж давайте приступим к тесту номер один для начала я нанесу плюс на каждую контактную площадку в одинаковых количествах и сравнил их запах и консистенцию думаю можно четко побольше это был плюс механик и в 10 сейчас на скажем так без спайки на сухую я попробую знать как он пахнет и примерно описать вам этот запах ну значит плюс имеет запах чего-то кислого больше с примесью какого-то металла вот ну примерно так значит следующий у нас по тесту это флюса king bowyer на 218 нанесем его странно что-то поршень у него вообще не хочет лезть и так следующий у нас по нашему тесту это флюса king bowyer на 218 давайте нанесем его примерно в таком же количестве так вот мы нанесли наш king bow rma 218 запах как бы в принципе схож с механиком юви 10 но он уже более выраженный то есть он сильнее запах кислотности вот этот вот повыше чем у механика юви 10 следующий у нас в тесте это amtek c559 сейчас я ну и давайте нанесем нашим так удивительно но он так совершенно отказываются вылазить из иглы возможно забита игла amtek 559 nc запах какого-то парафина или воска теперь давайте нанесем на следующую площадку нашего следующего подопытного amtek rma 223 рма 223 запах какой-то более знаете сладковатый что ли но тоже с примесью каких-то кислот сука блять падла нахуй теперь что мы сделаем мы возьмем паяльник и будем тестировать наши флюсы по очереди на растекаемость дымность кипучести остаточность загрязнений греть мы будем наши флюсы при принципе стандартной температуре в пайке 310 градусов делать я это буду своим паяльником rsa и использовать я буду жало микроволну 2,3 миллиметра и для того чтобы избежать смешивания флюсов я буду в каждый раз очищать жало об эту губку так поехали ну давайте посмотрим ну принципе дыма немного как видим на жале было немного припоя и он сразу же моментально лег в то место куда я коснулся паяльником где был плюс плюс как бы растекся равномерно не сильно как это и должно быть и не очень дымит но тут запах как бы какой-то сладковато от него исходит при нагреве паяльником значит теперь у нас на следующий плюс это кингбо рма 218 давайте нагреем его так ну дыма побольше плюс также растекся хорошо дымит так ощутимо больше чем механик юви 10 на запах уже какой-то воск пошел или парафин но что-то такое ну следующий тест у нас это amtek nc 559 так дыма у нас еще больше чем от кингбо рма 218 плюс уже растекся значительно больше продолжает дымить причем не знаю я думал что вам должно это быть видно достаточно сильно по запаху тоже как какой-то жженый воск или парафин ну и последний претендент это мт корма 223 так вот от него дыма практически нет точно так же как от механика и в 10 растекается он хорошо не слишком сильно сохраняется густоту не кипит вот и не горит при данной температуре отлично теперь давайте проделаем это с другими контактными площадками но сделаем это уже с помощью термофена значит термофен я буду использовать стандартную 380 градусов поток воздуха я выставлю девять с половиной литров в минуту давайте начнем с механика вот сейчас наш фен разогреется грею я примерно с расстояния 23 сантиметра так пошел запах запах такой сладковатый плюс не дымит хорошо растекся густой запах такой же сладковатый принципе как от паяльника ну и флюс не горит немного потемнел но как бы явной гарри нету теперь давайте испробуем это на кингбо рма 218 параметры фена те же но как видим тоже никакого дыма плюс растекся очень сильно что не очень хорошо потому что придется отмывать потом очень много со всей платы ну по запаху все тот же жженый парафин но я бы не сказал что прям запах такой ядерный как говорят во многих видео нету такого дыма я не знаю на какой температуре они жарят этот бедный флюс но давайте протестируем мтек си 559 так растекся он также хорошо как механик ее в 10 то есть не слишком сильно сохраняет свою густоту запах у него сравним с запахом кингбо рма 218 но нет все таки посильнее чем механик растекся но в отличие от кингбо у нас и 559 добавился запах какой-то кислотности так ну и последний наш подопытный это мтек рма 223 как видим в принципе результат сравним с механиком то есть на данный момент для себя делал вот что мтек 223 механик это наиболее оптимальные варианты но это только первый тест лучше не будем делать никаких выводов ну какой-то сладковатый запах от него исходит с первым тестом закончили ну что ж вот закончился наш первый тест но можно сравнить по остаткам наши флюса вот как видите меньше всего остатков это у механика и и 10 мтк рма 223 223 он все еще такой знаете жидковатый то есть не застывает антек нс 559 уже превратился в консистенцию похожую на парафин то же самое случилось и с кингбо рма 218 механик юви 10 стал каким-то больше похожим на клей и также липнет теперь давайте приступим к тесту номер два втором тесте я сейчас нанесу также одинаковое количество флюсов на все площадки и мы сравним растекаемость припоя под действием этих флюсов но первый у нас флюс также идет механик юви 10 давайте также и начнем с него ну и давайте проведем наш тест на растекаемость припоя и возьму каплю улова на паяльник и посмотрим что получится так но припой моментально лег и как бы в том месте где есть флюс а флюс продолжает течь под нагревом паяльника ложится ровно но сейчас попробуем этой каплей заводить нашу площадку кстати вот то что сейчас идет дым это идет дыма от флюса который содержится вот в этой оловянной проволоки поэтому не обращайте внимание потому что в предыдущих тестах было видно что даже при длительном достаточно длительного воздействия дыма не было так ну блин что я могу сказать я не знаю конечно как вам видно на камеру но я потом выложу фотки припой лег ну просто вообще идеально ровно практически зеркально и сам флюс он ненамного вытек за площадке за 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 контактную площадку площадке кстати размером полтора на полтора так очищу жало поставлю паяльник в подставку блядь и только что я накосячил это было место для паяльная паста механик xg з-40 ну ладно протестируем ее на другой площадке значит следующий у нас плюс это king bo rma 218 сейчас я нанесу его немного также очистим наш паяльник возьмем немного олова и приложим к месту где наш плюс так ну как я вижу king bo немножко кипит и давайте забудем нашу площадку что я могу сказать припой конечно тоже лег отлично но уже не так замечательно как у механика есть как бы неровности видно что он не такой блестящий и не так хорошо пока текстолит еще следующий у нас это амтек си 559 давайте подключим его уберем наш паяльник очищаем жало берем каплю припоя и также прикладываем к месту где находится наш плюс и что мы видим видим что нихера у нас припой как вы видите не покрывает ну покрывает но с большим трудом много дыма плохая смачиваемость контактной площадке весь плюс растекся эффекта 0 и воняет уже прям горелым каким-то парафином но вот вам и результат 1 rma 223 давайте нанесем его загадочный какой-то шприц картридж в него вообще не лезет адаптер хотя во все заходят отлично но ничего не критично нанес как смог простите сам не ожидал что видео будет косячина потому что я специально не тестировал эти флюсы для того чтобы заведомо не знать результата ну и согласитесь так видео получается поинтереснее но что берем наш паяльник очищаем наше жало наносим каплю припоя и результат как бы есть но не намного лучше чем у его ближайшего собрата amteka nc 559 как бы пользоваться можно но честно говоря и разочарован потому что все его нахваливают в интернете мол отличный флюс и все такое кстати все флюсы для более-менее скажем правдоподобность эксперимента были куплены у одного продавца через пару месяцев я планирую повторить закупку и провести такой же тест для того чтобы узнать меняются и характеристики как говорят многие типа у них состав постоянно меняется и то не хорошо паяют то плохо но как видим наша площадка в целом можно сказать что залудилась но вот такие вот неровности припой лег абсолютно нехорошо времени потрачено на это много флюс растекся очень сильно ничего хорошего скажем так и номер пять это паста предназначена исключительно для пайки smd детали ну вот такой капля будет достаточно потому что паяльная паста не очень много и не хотелось бы расходовать ее в пустую но сейчас мы посмотрим что получится из нашего теста ну вот он разогрелся ну и давайте посмотрим что будет происходить вот паяльная паста немножко потекла теперь она сохнет и начинается оплавление припоя есть дымок небольшой ну и в принципе что я могу сказать отлично она легла ровно там где мы ее оставили не больше не меньше как и должно быть хорошая паяльная паста флюса после такой большой дозы осталось вокруг немного как это бывает с более дешевыми аналогами хороший результат дальше мы увидим как она себя покажет при пайке smd компонентов и так дальше я предлагаю протестировать наши флюсы и пасту на пайке smd компонентов теперь установим наши компоненты на свои посадочные места при пайке паяльной пастой если вы используете заводскую плату по яйти с помощью паяльной пасты то позиционирование компонентов не обязательно должно быть слишком точным так как возникающая сила поверхностного натяжения сделает все за вас ну и до температура у нас у стоп запаять даже 380 градусов но поток я снижу значит сейчас я вам покажу поближе что из этого получилось подобная пастой впервые поэтому не судите строго резистора стали кривовасто но целом припой после расплавления остался там где должен был остаться просто я нанес его слишком много надо быть с этим аккуратнее в следующий раз учту ну и давайте так же поступим с нашими и устанавливаем наши компоненты точнее не устанавливаем а будем запаивать наши компоненты поочередно температура паяльника тоже 310 градусов берем наш резистор и запаиваем тут уже конечно совсем другой разговор пайка получается отличная давайте возьмем второй резистор немножко улова и третий резистор также немножко улова а следующий испытуем а у нас это king bow herma 218 наносим его на контактные площадки и давайте запаивать наши резисторы берем берем немного припоя и запаиваем давайте возьмем более давайте возьмем 2 резистор и запаяем его так что я могу сказать пайка получается тоже достаточно неплохая и наконец третий резистор вот что я думаю это Следующий испытуемый это у нас Amtec NC559. Ну и как-то так, я вам скажу, паяет, но и не очень. Давайте запаяем второй резистор. Да, паяет он все-таки не очень охотно. И давайте запаяем третий резистор. Ну что я могу сказать. Кстати, пайка она как бы есть, но с каким-то прям уж очень чувствуется, приходится прикладывать усилия. И мне это совсем-совсем не нравится. Можно паять, но это уж, блин, как-то совсем на худой конец, что ли. Хотя, вроде, при достаточном приближении, качество пайки не такое уж и плохое. Но я уверен, что там могли образоваться следы холодной пайки. Что не очень хорошо скажется, если ваше устройство будет работать в какой-то агрессивной среде, скажем, с повышенными температурами или влажностью. Вот. Ну и, наконец, наш последний претендент – это РМА-223. Посмотрим, что он нам покажет. Из-за бляцки неудобного корпуса он тоже на глушняк отказывается течь. Пайкок. Ну и давайте запаяем наши резисторы. Пайкок. Всем наш плюс и запаиваем. Механик, что паяльная паста, что флюс меня абсолютно устраивает. Сейчас я вам покажу результаты, которые получились. Я думаю, вам тоже понравятся. Как видите, пайка просто замечательная. Что СМД, что тип компонента, даже большие выводы относительно пайка получается отличная. Следующий испытуемый это Кингбо РМА 218. Наносим наш плюс. Берем паяльник, предварительно очистив его и запаиваем. Ну, уже не так, конечно, бодро и весело, как механик, но все-таки пайка есть и достаточно неплохая. Результаты несколько лучше, чем при первой попытке, но, повторюсь, не такие бодрые и пайка не так, конечно, улова не так хорошо растекается, как в случае с механик ЮВИ-10. Ну, и последний. Да, как видите, олово примерзает, что очень печально. Приходится дольше греть компонента для многих компонентов, для таких, как конденсаторы или те же самые транзисторы, перегрев это очень плохая вещь. Ну, и давайте покажу вам, что у нас получилось с Кингбо РМА 218. Вот, на внешний осмотр, конечно, тоже все неплохо, но по ощущениям, конечно, пайка уже гораздо хуже, в том плане, что ощущается примерзание самого паяльника и примерзание олова. Хотя, с механиком такого не возникало. Ну, и давайте перейдем к следующему конкуренту, это Amtec NC559. Пятьдесят девятый, вообще лезет неохотно, какой-то он чересчур густой. Приходится по десять раз нажимать педальку. Ну, и наблюдается такая же песня «Примерзание жала и примерзание олова» контактным площадкам. Так, вроде бы, пайка внешне тоже довольно хороша, но есть ощущение того, что могли образоваться холодные непропаи. И последний флюс, который остался в тесте номер три, это Amtec RMA 223. Ой, вот Amtec 223 проявил себя, как говорится, во всей красе. Припой категорически отказывается растекаться, чувствуется холодная пайка. Вот здесь, в общем, совсем отвратительно. Третий элемент и пайку микросхемы, ну, стоит вообще пропустить, ну, мне просто жалко переводить материал. Давайте покажу поближе, что у нас получилось. Итак, вот наша напайка Amtec RMA 223. Как видим, такие острые края образовывались в тот момент, когда я убирал жало паяльника. Здесь припой так и не лёг до конца на площадку на втором элементе, на третьем он растёкся недостаточно. Я уверен, что со временем это скажется на работе, такая пайка. Итак, позади у нас два теста. Это тест номер один, тест номер два и частично тест номер три. Остались у нас в рамках теста номер три. Это пайка микросхем в таки УФП корпусах. В моём случае это будут от Меги 8, в корпусе таки УФП 32. И как всегда, первой по номеру у нас идёт паяльная паста Mechanic XG Z40. Ну и давайте приступим. Ну вот, наша микросхема установлена. Сейчас я попробую вот так вот вблизи продемонстрировать, как будет происходить запайка. Температура воздуха та же, 380 градусов по Цельсию, поток воздуха 5 литров в минуту. Ну и давайте посмотрим, что у нас из этого получится. Прогреваем все четыре стороны одновременно. А получилось у нас вот такая вот беда на одной стороне у нас перемычки. На другой стороне у нас большая перемычка. И на четвёртой, на третьей и, соответственно, на четвёртой стороне. Сейчас я эти перемычки попытаюсь убрать паяльником. Посмотрим, что из этого выйдет. Так, ну вот, как видим, все перемычки убраны. Пайка, учитывая, что я делаю это первый раз, достаточно неплохая. Возможно, надо также уменьшить просто дозировку, и всё будет хорошо. Ну и теперь давайте используем следующего претендента. Это механик UV10. Можно использовать более тонкую иглу, чтобы не наносить флюса так много. Берём чуть-чуть припоя. Придавливаем её и прихватываем одну ножку. И где-нибудь по диагонали прихватываем вторую ножку. Это для того, чтобы наша микросхема была зафиксирована и не двигалась при последующей пайке. Итак, берём каплю флюса. Блять, я хочу показать вам это близко. Как-то так. Вот мы зафиксировали нашу микросхему. Берём на кончик. Нашего жала немного припоя. И следующим движением запаиваем нашу микросхему. Отлично. Теперь запаяем вторую сторону. Бояться пайки подобных микросхем не стоит. Почему? Потому что если вы используете правильный флюс и правильное жало, то есть микроволну, которая специально для этого предназначена, то сила поверхностного натяжения сделает всё за вас. И пайка будет успешной с первого раза. То есть она будет без перемычек и тому подобное. Ну и сейчас я вам покажу ближе, что в этом получилось напаять. А напаяли мы следующие со всех сторон. Все ножки пропаяны. В этом даже нет сомнения. Всё отлично. Ну и теперь давайте нанесём следующего испытуемого. Это King Boyer MA218. Возьмём нашу микросхему. Простите за этот туберкулёзный кашель. Пляцкие рудники. Шутка. Просто простыл. Поэтому так долго видео и не выходило. Спозиционируем нашу микросхему. Так как нам нравится. Или так как правильно. Ну и давайте зафиксируем её. Берём немножко припоем. Запаиваем одну лапку. И запаиваем вторую лапку. О, как дымит. Курва. Ну и далее. Вот пошёл дым. Запах. Как видим, в принципе, тоже запаялась без перемычек и довольно неплохо. Но мне не нравится то, что, если, например, запаивая механиком, я нанёс припой всего лишь два раза на паяльник, то здесь мне пришлось это сделать уже три раза. То есть расход больше. Ну, конечно, миллиграммом больше, миллиграммом меньше, но всё-таки я заэкономил. Следующий претендент – это Amtec NC559. Прихватим одну ножку и вторую. Получилось у нас вот что. Так, видите, вот здесь вся сторона в перемычках. Хотя другие три стороны запаялись довольно неплохо. Но мне не нравится всё-таки, как лёг припой. Сейчас попробую убрать эти перемычки. Перемычки убрались. Но всё-таки сам факт того, что они были образованы, не такой приятный. И того, что флюс, точнее припой, не так хорошо растекается. Ну, давайте используем наш провальный Amtec Herma 223, который все так хвалили и прям не могли им радоваться в интернете. Ну, давайте протестим. Откроем, как он должен быть. Прихватываем одну лапку и вторую. Я вам скажу, что пайка уже будет дерьмовой. Первая перемычка. Давайте запаяем вторую сторону. Вторая сторона у нас вообще не припаялась. Не пропаялась. Ну, это такой пиздец. Вы не думайте, что это специально. Но, как видите, тупо капля пристала и всё. И четвёртая сторона. Но это, блядь, однозначно провал. Это просто, это пизда. Я не знаю, что делать. Ему пизда. Это полный провал. Флюсом Амтек-223. Куча перемычек, куча не пропаяв, как видите. Вот, что представила из себя пайка флюсом Амтек-559. Ай, сучья тряска. Значит, всё, в принципе, довольно неплохо. Но на правой стороне тоже были перемычки. Но они довольно легко убрались. Вот, что представила из себя пайка. Кинг-Бойер МА-218. В принципе, довольно достойная пайка. Перемычек не возникло. Все ножки пропаяны. Флюс везде. То есть, припой лёг везде равномерно. И вот, что представила себя пайка флюсом-механиком UV-10. Здесь вообще всё прошло моментально. Во-первых, флюс везде абсолютно. Прошу прощения снова. Припой абсолютно ровно везде лёг и чётко. Никаких намёков на перемычки. Никаких намёков на непропае. Ну и вот, что у нас явила собой пайка паяльной пасты. Механик XG-Z40. В целом, меня устроило. Просто нужно подбирать более правильную дозировку. И тогда всё будет гуд. Возникли, конечно, перемычки. Но они вообще легко с первой попытки убрались паяльником. Поэтому всё хорошо. Ну и он как бы в некатегории. Так. Ну вот и закончился наш тест номер 3. Большая часть тестов уже пройдена. Осталось ещё примерно 3 теста. Так. Ну вот. Наши подопытные прошли 3 теста. Я думаю, что вы уже сделали для себя какие-то определённые выводы. Можете написать в комментариях, что вам не понравилось. Или где я был неправ. Поставить лайк или дизлайк. Подписаться. Буду очень рад и признателен. Кстати, наверное, в конце этого видео я объявлю конкурс. Ну как сказать конкурс. Так. Мелкий подкуп моих зрителей. Новых. Потенциальных. Ну так вот. Ладно. Прошли 3 теста. Вы наверняка сделали для себя какие-то определённые выводы. Наблюдая за ними. Но. Но. Неужели вы думали, что обойдётся без этого? Да. Именно без этого. Как вы думаете, что это? Что же это за тест? Поставьте на паузу. И отпишитесь в комментариях. И так. Давайте посмотрим, что же это у нас за тест. Пам-пам. А это тест классических радиолюбителей, которые проводят его. И только его, видимо, он всё определяет и решает. Это испытание флюсов на проводах. Тупо на проводах. Я вообще, ребята, у меня нет слов. Одни слюни. Итак, давайте же пройдём это жесточайшее испытание. И посмотрим, что покажут наши претенденты. Возьмём наше олово. Возьмём наш паяльник. И попробуем пропаять этот мегапровод. Провод, кстати, сечением 6 квадратов. Обычный провод заземления. Ну и погнали. Температура, кстати, у нас всё та же. Даже от механика пошёл такой активный запашок сильный. Но он сладкий, не едкий, не раздражающий. И паяем, паяем. И что мы видим? Ни хера не паяется. Механик что-то меня разочаровывает. Берём наш паяльник. Берём наше олово. И пытаемся запаять. И, о горе мне. О горе. Опять ни хера не паяется. Что за странность? Ну ладно. Давайте. Берём наш паяльник. Температура та же. 310. Берём всё тоже олово. И паяем. Паяем, паяем. И паяем. И ни хера у нас не паяется. Дерьмо. Думаю, этого будет достаточно. Паяем. Флюс весь стёк. Наблюдаю вообще жесточайшее примерзание паяльника к проводу. Ну и ни хера не паяется. Итак. Что же показал данный тест? А показал он то, что все наши флюсы говно. Шутка. Ёптить. Показал данный тест, что нехер заниматься хуйней использовать эти флюсы в неположенных местах. Они вообще абсолютно не предназначены для того, чтобы паять им какие-то провода и так далее. Медные трубки там. Как-то я даже видел, кто-то пытался спаивать этими флюсами. Они предназначены для пайки СМД и небольших выводных компонентов. И то, как вы видели, некоторые из этих флюсов справились очень дерьмово со своей задачей. Так что давайте не будем заниматься хуйней, ребята, в следующий раз. Один из последних тестов, после которого мы проверим все наши флюсы на смываемость спиртом и водой. Это пайка в экстремальных условиях. Я взял вот такие вот 50 копеечные монеты. Никак их не чистил. Все они валялись в ящике больше года. На них окислы и так далее. Паять мы будем при экстремальных условиях. То есть с повышенной... Вот мы нанесли МТЭК-223. Ну и добавим олова. Как видим, дыма епать-копать немерено. Дымок какой-то уже начинает действовать раздражающий на горло. Дыма еще больше, чем от 559. И припой тупо собрался в шарик и никак не собирается залуживать нашу монетку. Вот уже отклеилась наша монетка. Придержим ее. Ого! Дыма! Пиздец, сколько пора с этим прекращать. Дальше давайте возьмем РМА-218. Надеюсь, он что-то покажет, в отличие от своих никудышных конкурентов. Вот. Все еще идет дымок слабый, но да ладно. Вот я нанес наш кинг-бом. Вот. Я взял наш паяльник. И добавляю олово. Ну и здесь. Ну, вот смотрите-ка. Припой. То есть... Да, припой начинает растекаться. Конечно, дыма просто жуть как много. Вот. Вы видите, сколько дыма. Но при этом... Смотрите. Я думал, он не справился с этой задачей. Кое-как. Конечно, дымища жесткая, но припой лег на монетку. И это уже результат по сравнению с двумя предыдущими конкурентами. Ну и все, что у нас осталось, это... Последний претендент... Это механик UV-10. Который показал себя с лучшей стороны во всех... Повторюсь, во всех предыдущих тестах. Ну и давайте нанесем его. Таяльник. Берем олово. Добавляем. И, блядь. Добавляем. Добавляем олово. И... Много. Очень много дыма, который явно не полезен. Греем. И... Плавим. Ну и, как видим... В принципе... Результаты, конечно, получше. Скорость просто пропайки чуть побыстрее, чем у King Boyer MA A218, но... Пятно контакта немножко больше. Результат практически такой же. Не рекомендую вам проводить такие испытания, если вам дорого ваше здоровье. Тесты закончены. Тесты закончены. Осталось только попробовать смыть наши флюсы. Хотя, знаете, да, я не буду, наверное, показывать процесс смывки, потому что мне вообще нечем снимать. Это неудобно. Я просто вам расскажу чуть позже о своих впечатлениях. И так, последним тестом в нашем видео это было проверить флюс на остатки и смытие. То, как легко он будет смываться. Ну, давайте посмотрим на примере тестов номер один. Механик. Ну, вот это вот пятно сбоку, которое осталось, на него я просто не обратил внимания. Ну, так, как видим, с полигона он смылся отлично. Второй претендинг King Boyer MA A218 также смылся отлично. Я пробовал смывать верхние площадки потихоньку спиртом, нижней водой. Все отлично смылось. И так, и так. Amtec NC 559, как видите, тоже вымылся практически начисто. Ну, King Boyer, прошу прощения, Amtec 223 оставил кое-какие следы после себя. Давайте посмотрим теперь на примере уложения площадок. Вот, как видите, даже при увеличении видно, что припой повторил всю структуру медиа и текстолита. Ну, смылся он, конечно, не очень хорошо. Возможно, я его просто не домыл, но я думаю, с таким качеством пайки ему простительно. Это был Mechanic UV10. Теперь у нас паяльная паста Mechanic XG Z40. Ну, как видим, тоже не очень хорошо смылась. Ну, вы видели, паста легла отлично. Дальше у нас King Boyer MA218. Как видим, тоже очень хорошо лег, как и Mechanic UV10. Ну, не очень хорошо смылся, но я думаю, если подольше и потщательнее потереть, то он легко отмоется. Следующий претендент это у нас Amtec 559. Тут без комментариев. И Amtec RMA223, который, казалось бы, на что-то годен. Ну, давайте теперь еще раз посмотрим на пайку наших флюсов и паяльной пасты. Сейчас это Mechanic XG Z40. Как видим, все отлично. Дальше Mechanic UV10. Непревзойденная растекаемость припоя. Ну, смылся здесь просто более тщательно тереть. Надо между контактами. Я уже не стал с этим заморачиваться. Но, как видно, по предыдущим тестам отмывается он легко в случае чего. Даже после того, как он длительно находился на плате под воздействием воздуха. Дальше King Boyer MA218. Тоже вполне неплохие результаты. Но наблюдалось иногда залипание паяльника Amtec NC559. Вроде выглядит тоже неплохо. Но, я вас уверяю, есть холодная пайка. И обосравшийся претендент Amtec RMA223, который я даже не стал тестить дальше. После провального теста на SMD и на DIP компонентах. Теперь у нас остались микросхемы от Mega 8 в корпусе. Такие в P32. Это у нас паяльная паста Mechanic. Как видим, все лежит довольно хорошо. Следующее это Flux Mechanic. Здесь вообще придраться не к чему. Следующее это у нас King Boyer MA218. 218. Тоже неплохая пайка, но получилась одна такая незначительная перемычка, которая легко убралась. Следующий претендент это Amtec 559. Видим не пропай двух лапок. Видим неравномерное растекание флюса. Значит, с правой стороны у нас возникали перемычки, которые уже довольно тяжело убирались. Ну и здесь угадайте, что это правильно. 223, который все так хвалили. Я хуй его знает. Ему пизда. Я не знаю, что делать. Множественные непропай, перемычки, неравномерное растекание припоя и так далее. И четвертый наш тестик. Это тест на проводах. Тут тоже без комментариев. Вы все можете видеть. И пятый наш экстремальный тест на монетках. Номиналом по 50 копеек. Значит, справа у нас Amtec 559. Слева его собрат RMA 223, который также ни хрена не показал. Далее у нас идет King Bo RMA 218. Он, как видите, припой все-таки лег. И дальше у нас Mechanic UV 10. Припой также лег. Растекся. В принципе, тест можно считать зачетным. Ну и все. Сейчас я поделюсь с вами своими выводами. Более подробно сравню их. И на этом закончим. Итак, выводы, господа электронщики. Сегодня мы с вами протестировали 4 флюса и одну паяльную пасту. Ну и пришло время после такого теста сделать определенные выводы. Итак, я бы хотел начать с самого провалившегося конкурента. Это Amtec RMA 223. Не понимаю, удивительно, почему его так расхваливает большинство людей. Возможно, им просто больше нечем сравнивать. Заказывают его десятками вот в таких вот промышленных картриджах. И говорят, что он отлично паяет. Не знаю, может, конечно, по сравнению с LTE. Да и то, я бы сказал, что LTE намного лучше паяет в некоторых случаях. Первое, что о нем хотелось бы сказать, это то, что он довольно плохо пахнет. После него, когда я жарил монетки, остался на языке какой-то странный металлический привкус. Побаливает голова. Да и вообще, наверное, в целом от всех этих плюсов. Потому что, как вы видели, дыма было много. Ни с одним из тестов этот флюс не справился. Потому что он дерьмо. И только я хотел сказать, что после этих плюсов, когда я их купил, я хотел сказать, что я никогда не возьму в руки LTE 120. Но теперь к LTE 120 добавляется Amtec RMA 223. Следующий претендент это у нас Amtec NC559. Безотмывочный флюс. Который у нас Made in USA. China Flux. Вот. Который, в принципе, его можно использовать, когда под рукой у вас вообще ничего нет. В любом случае это будет поудобнее, чем LTE 120. Не так много остается следов после него. И все такое. Но все равно. Мусор. Никогда не буду больше его использовать. Следующий претендент это King Bo RMA 218. Ну, King Bo по сравнению с двумя предыдущими я даже не буду их сравнивать. Сравню его с механиком. Механик, что касается King Bo, то, в принципе, он показывает неплохие результаты. У него не противный, не едкий запах, не высокая дымность. Малая остаточность и легко смывается. Поэтому King Bo RMA 218 я, пожалуй, оставлю. Возможно, закажу еще себе тюбик А2. Дальше у нас был вот такой претендент. Это механик UV10. Оригинальный, я проверял на сайте. Как вы сами видели, паяет он быстро. Только стоит коснуться жалом контактной площадки. Как припой сразу же равномерно на нее ложится. Полностью ее покрывает, ничего не примерзает и так далее. Дыма вообще практически нет. Но это не значит, что я призываю вас отказаться от вытяжек. Я сам собираю сейчас вытяжку на данный момент. Потом сниму про это видосы. Поэтому мой окончательный вердикт, я буду в паяльных работах, таких каких-то недорогих, типа собственных подделок, буду использовать вот этот вот флюс. Механик UV10. Ну, результаты вы все видели. И последний претендент, он как бы не совсем в тему, это паяльная паста. Паяльная паста показала себя тоже очень хорошо, но если честно, она мне показалась какой-то немного подсохшей. Вот. Можно, конечно, попробовать ее разбавить тем же механиком UV10. Как раз он предназначен для пайки. Припоем 6337, которым я и пользовался, кстати. Вот. Ну, кстати, возвращаясь к механику. По-моему, он, прошу прощения, не к механику, а к МТЭКу. Он, по-моему, предназначен для бессвинцовой пайки. Ну, бессвинцового у меня нет, но, возможно, с ним он показал бы себя лучше. Кому интересно, проверьте и отпишитесь в комментариях. Так вот, паяльная паста механик. Ну, в принципе, тоже отлично работает. И поэтому я остановлюсь на ней. Возможно, я когда-нибудь закажу, блять, в банках еще раз эти флюсы, если people, как бы, захочет этого для того, чтобы провести очередной тест. Ну, сейчас я пожалел, что потратил на то говно в общей сумме 230 рублей на те два картриджа. Вот. Ну, на этом, пожалуй, все. Если я что-то забыл осветить. А, основной вывод, который я сделал, это, блять, нужна камера. Мне однозначно нужна камера, потому что снимать на фотоаппарат это не вариант. Постоянно отвлекаешься. Вот это время записи на полчаса. Начинаешь разговаривать, забываешь то, что запись остановлена. Половина записи теряется, приходится перезаписывать и так далее. Короче, съемка на фотик и на телефон никогда не даст вам хорошего результата. Это я уже проверил не один раз на своем видео. И одному снимать очень трудно. Как фотик он Canon EO60D вполне отлично себя показывает. Даже до сих пор, спустя столько лет после его выхода. Но, как видеокамера, он не канает вообще. Что еще вам сказать? Рад был, что вы посмотрели данное видео. Пишите, что хотели бы увидеть в следующем обзоре. Кстати, я заказал себе припой механик 6337 с флюсом внутри. Заказал я себе трех диаметров. Это 0.5, 0.6 и 0.8. Ну, как придут, я обязательно сниму на них обзор и тест. На этом, пожалуй, все. Пишите, что думаете по этому поводу. Что увидели, что не увидели, что хотели бы увидеть. Буду рад. Пока.